Уважаемые любители моих небольших научных роликов, сегодня я записываю такой знаковый ролик, потому что завтра институт, в котором я работаю, будет окончательно слит с центром хирургии. И таким образом научно-исследовательский институт морфологии человека имени Александра Павловича Авцина, его основателя, который просуществовал 60 лет как ведущая патанатомическая и научно-исследовательская организация по изучению человеческих патологий, отклонений развития, нарушений эмбрионального развития, географической патологии и многих-многих других проблем перестанет существовать. То есть у нас происходит то, что называется ликвидацией русской национальной науки. Этот процесс происходит давно. Он начался с того, что много лет назад, сразу после распада СССР, масса людей, которые считали, что только то, что написано на Западе, является истиной в последней инстанции, радостно, так сказать, под аплодисменты стали ликвидировать нашу науку. Всю. И военную, и отраслевую. Достаточно вспомнить около 400 прикладных научно-исследовательских институтов. Ну, тех самых, которые адаптировали разработки фундаментальных ученых к конкретным решениям внутри отрасли. Эти институты были уничтожены, как вы понимаете, первыми. Ну, раз отраслевые институты были уничтожены первыми, как вы понимаете, дальше уже плакать о том, что наука не реализуется в практику, было довольно смешно. Кстати говоря, все фамилии этих людей, которые этим занимались, очень хорошо известны. Они сделали отличную карьеру, и часть из них до сих пор руководит наукой в нашей стране. Это должно, мне кажется, заинтересовать Следственный комитет. Зачем это было и с какими целями сделано. Дальше дело пошло еще веселей, поскольку очень быстро небольшое количество руководителей академии было, по сути дела, подкуплено, ну, не впрямую, конечно, никто и так впрямую ученых не подкупает. Нет. Им начинают на определенных условиях, а это очень важно, давать западные гранты, которые, благодаря хорошей западной поддержке, позволяли этим ученым выживать. И очень быстро институты, их руководители превратились, на самом деле, в менеджеров по получению денег от науки. Ну, от государства, конечно. Ну, и немножко от Запада, тем более, что Запад поощрял их в этом деле. Вполне естественно, что наука все-таки продолжала функционировать еще примерно десяток лет. И потребовалось уничтожение образования для того, чтобы кадры, которые приходят в науку, были, так сказать, полностью дебилизированы. То есть до такой степени, что, ну, например, вот у меня в лаборатории люди, которые приходят из ведущих медицинских институтов и университетов нашей страны, вынуждены по несколько лет осваивать то, что, по идее, написано в программах институтов и университетов. Ну, для этого, как вы понимаете, пришлось поменять руководство этих всех учебных заведений на эффективных менеджеров, абсолютно безграмотных, даже имеющих дипломы медицинского там или биологического профиля, с такими же липовыми диссердациями, которым требование резко почему-то упало. Что позволило хлынуть мутному потоку мелких жуликов, прохиндеев, откловенных коммерсантов науку. Ну, сами понимаете, к чему это стало приводить. Постепенно смысл научной деятельности, особенно на государства, ради которых была создана в свое время академия, еще при старом режиме, дореволюционном, так и при Сталине, когда академию объединили с научно-исследовательскими институтами, как частными, так и государственными, для того, чтобы решать казенные проблемы. Как вы понимаете, все это стало решать проблемы только одну – проблему получения средств руководителями этих учреждений. И за 30 лет Академия наук превратилась в такой центр по откачке денег, как из отечественного госбюджета, так и западных грантов. Ну, при этом, конечно, делясь, большую часть оставляя этих грантов на Западе. Вот такая безрадостная картина. Но в настоящее время она еще хуже. Реальных ученых у нас уже осталось очень мало. То есть в стране столько же ученых на всю страну, сколько в каком-нибудь западном университете, отнюдь не гигантском. То есть такими средствами, я думаю, в ближайшее время мы решать какие бы то ни было серьезные научные проблемы не сможем. И для этого были созданы дополнительные условия, чтобы это ликвидировать. Почему? Потому что в 90-е годы очень много вот этих вот кудрявых и картавых граждан, которые неожиданно вдруг обиделись на нашу родину, уехало на Запад. Ну, и все были, в общем-то, на самом деле не против. Но для того, чтобы окончательно уж разрушить нашу науку, их стали тащить назад. То есть они, как правило, уезжали с кандидатскими степенями, а для Запада этого достаточно, у них там нет докторских степеней. То есть высшей квалификации там в науке не существует, а тут главное выполнять некие функции. Ну, они там повыполняли 10-15 лет функции, потом их оттуда аккуратненько стали выпирать. Поскольку работоспособность падает, а наши с удовольствием их принимали сюда, дают им лаборатории. Более того, позволяют им давать большие преференции в области финансирования, мотивируя это тем, что они, мол, где носители высокого западного знания. На самом деле все просто. Просто директора институтов, в которых эти клоуны возвращаются, рассчитывают на то, что у тех появились там на Западе достаточные связи, чтобы публиковать там статьи с высокими индексами цитирования. Таким образом повышать отчетность и, собственно говоря, получение денег уже себе в кармашек. То есть на самом-то деле никакого смысла в этом нет, никакой новой информации они не принесут, ничему особо выдающемуся никого не научат. На самом деле это просто средство откачки денег из бюджета. Вот такая чудненькая система сложилась как раз для того, чтобы процветало первое – абсолютное незнание, а второе – ориентация нашей науки на западные алгоритмы, то есть на западные парадигмы. В чем дело? Дело в том, что с Академией вместе в экстазе слилось, естественно, и Министерство науки и образования, или бывшее ФАНО. Идея, в общем-то, была здравая – взять и лишить директоров, академиков финансов. Но выяснилось, что это не получилось. Поэтому просто-напросто возникла еще одна конторка по отсасыванию денег из казанной. В чем, собственно говоря, ее основная деятельность. Для того, чтобы полностью подчинить нашу отечественную науку западным, так сказать, направлением исследования, была введена система контроля за научными публикациями. Индекс Хирша, индекса цитирования, которые очень просто регулировали нашу, собственно говоря, научную активность. Если ты не публикуешься в западном журнале под позитивными рецензиями западных рецензентов, никаких индексов IQ и никаких индексов Q1, Q2, Q3, никакого интеллекта за тобой замечено не будет. Ты должен работать только в рамках парадигмы западных исследователей, которые регулируют методом рецензирования работу западных журналов. То есть таким образом сложилось в результате неформального сговора между Академией и Министерством науки и образования очень простой конгломерат. Он состоит из следующего. Государство в виде министерства выплачивает ученым деньги, но выплата определяется как раз тем, что ты публикуешь на Западе. Если ты работаешь в рамках парадигмы западной и отдаешь туда бесплатно все свои разработки, то тебе начисляют баллы, а по этим баллам дирекция, ну, конечно, понятно, в чью сторону в первую очередь, она распределяет деньги, а никакой справедливости, никакой честности речи идти не может, как вы понимаете. То есть, по сути дела, наше государство платит за научные исследования, результаты которых для удобства публикуются сразу на английском языке. Ну, понятно, что кража – это основной способ существования западной науки в большинстве своем. Я не буду приводить примеров. Их такая тьма, что даже смешно обсуждать. Иногда даже гранты, как в моем случае, поданные в такое замечательное место, как Сколково, оказываются неожиданно на Западе, еще до их финального предложения. То есть, это все есть и в большом количестве, и многие знают, кто, как и чем приторговывает от нашей науки. Поэтому, мне кажется, в новой ситуации, когда возник такой серьезный конфликт, нужно повнимательнее отнестись к организации науки. Поскольку все исследователи, которые, собственно говоря, организовали эту науку, хорошо известны, а их фамилии хорошо запротоколированы, все приехавшие оттуда псевдоученые с кандидатскими степенями уже стали специально введена такая технология. Если ты не доктор наук, то тебе все равно могут присвоить профессора. Профессор Российской Академии Наук, профессор РАН. И не важно, что ты кандидат наук, причем второсортный, был там технишеном на Западе. Нет. Нет. Ты все равно имеешь право с такой степенью, как профессор РАН, избираться в Академию. И вот сейчас будут выбор, на котором опять будет выбрано известное количество неучей, которые опять займут решающие места в Академии, поскольку именно они будут рецензировать те работы, которые будут делать молодые ученые, да и старики. Таким образом, в общем-то, наша наука, если не принять каких-то действительно серьезных мер, она, в общем, обречена. Почему? Потому что тот контингент, который на сегодняшний день определяет стратегию развития, он, к сожалению, выглядит, мягко говоря, в научном плане абсолютно некомпетентным, с точки зрения политики абсолютно ангажированным. А в третьем, это именно они подписывают все эти письма против войны, по сути дела, против страны. И с этим, конечно, надо что-то делать. Ну, что делать, в общем, мне хорошо известно, потому что эти все приемчики хорошо описаны в книжке «Церебральный сортинг», которая выдержала уже три издания. Кстати говоря, поучительно сказать, что четвертое издание вышло в свободолюбивой Европе, той самой, которая за свободу мнений и прочее, и прочее. Но эта книжка, как только вышла в стольном городе Вильнюсе, буквально в прошлом году, тут же была и запрещена. То есть ее опасность оказалась так высока на берегах Балтийского моря, что ее предпочли просто запретить. Хотя здесь ни Вильнюса, ни Чухляндии ни разу не упоминается. Вот такие у меня предположения относительно развития нашей науки, поскольку вопросов на эту тему мне задавалось за последние месяцы очень много. Я сочувствую нашей отечественной науке, и если не будет принято в ближайшее время серьезных государственных решений, то есть не будет политической воли это все безобразие прекратить, то даже те следы научной популяции, которые у нас остались, они, к сожалению, безвозвратно исчезнут. Процесс идет семимильными шагами, и действие иноагентов внутри науки очень велико. Думайте сами. Надеюсь, что мое краткое сообщение немножко вразумит тех мечтателей, которые думают, что у нас уж в этом-то отношении все хорошо. Нет, даже по сравнению с поздними советскими временами у нас все очень плохо. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. Приятных, приятной весны и приятных ощущений. Надеюсь, что вы не столкнетесь с теми безобразиями, которыми столкнусь я. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok